Это не военное учение. Дело происходит в автосервисе Ельца. Его сотрудники получили стратегическое задание – восстановить бронемашины. Сейчас в автосервисе три единицы боевой техники – гаубица, самоходная установка «Гвоздика» и БТР-70. Автомеханик Юрий Бутов обычной жизни трудится над машинами менее внушительными. Такой заказ у него впервые. Ну, я думаю, в принципе, разницы никакой. Машина есть машина, только это уже серьезная машина, как говорится, армейская. Серьезную машину надо зачистить, загрунтовать и покрасить. Технику списали из военной части в соседней области. Чтобы придать ей внушительный вид, пришлось немало потрудиться и потратиться. Пока привели в порядок только самоходное орудие. Примерно это в районе 20 килограмм пошло у нас грунтов вместе с кислотными грунтами, специальной технологией и отделочными грунтами. Плюс такое же количество краски. Этого с лихвой хватило бы, чтобы покрасить 5-6 внедорожников. Автосервис уверяет – трудится бесплатно из чувства патриотизма и любви к родному городу. К делу привлекли местных турникменов. Опять же, патриотическое воспитание. Молодые люди выполняют посильную работу и попутно оттачивают на военном объекте гимнастические упражнения. Ну, такая фотка. Оп, на-ка. На вид грозная техника уже не представляет опасности. Всю начинку отсюда давно срезали. Хотя часть механизмов все же осталась в рабочем состоянии. И это впечатляет. Ну, как на войне. Вы были на войне? Нет, не был. Интересно все. Все работает даже. В автосервисе, между тем, ждут еще поступления военной техники. В Ересковсквере афганцев планируют сделать музей под открытым небом. Экспонаты пока собирают и восстанавливают. Татьяна Ермишина, Олег Писарев, ТВК Новости.